МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто такой приют Доброе Сердце и кто вам помогает? Доброе Сердце – это общественная благотворительная организация. Мы не государственная структура, не государственная служба. Также мы не служба отлова, мы не занимаемся отловом животных по контракту. Помогают нам только граждане, только наши волонтеры и неравнодушные устюжания. То есть постоянного финансирования у вас нет? Наша организация существует исключительно за счет благотворительности, за счет пожертвований граждан. Ни государственный, ни федеральный, ни городской бюджет не выделяют финансирование нашей организации. Нет у вас и большого специализированного помещения для животных. Какие проблемы создает его отсутствие и отсутствие финансирования? Наше помещение довольно небольшое. Оно не предусмотрено для размещения большого количества животных. У нас хватает места только для кошек. Собак мы содержим максимум по три штуки, плюс несколько щенков. У нас нет возможности взять всех нуждающихся животных. Мы не можем помочь всем, не можем собрать с улицы всех нуждающихся. Поэтому нам приходится расставлять приоритеты. В первую очередь мы берем самок. Мы берем их, чтобы стерилизовать в приюте, передержать, искать их новых хозяев. Также мы берем в первую очередь тех, кому на улице реально не выжить. Это травмированные животные, это молодые животные. То есть вам приходится отказывать в принятии некоторых животных, правильно? Как относятся к этому люди? Пожалуй, самое сложное в работе председателя – это отказывать людям. Потому что каждый день нам поступает множество обращений, множество заявок. Люди просят оказать помощь, забрать животных. Но мы выбираем только тех, кому действительно нужна помощь. Только тех, кто будет на улице платиться, помножая армию бездомных, или тех, кто на улице умрет. Когда к нам обращаются люди, мы подробно объясняем им о наших возможностях, о наших приоритетах. Рассказываем им, что не можем взять всех животных и всем помочь. Некоторые граждане возмущаются, не понимают, почему у нас нет возможности взять всех животных. Они думают, что от конкретной их обращения ничего не изменится, если мы возьмем то животное, о котором рассказали они. Но таких обращений в день бывает по несколько штук. Если бы мы брали всех, наш приют был бы сразу переполнен. Очень многие животные на улице живут довольно неплохо. Это, например, подвальные коты, за которыми ухаживают, которых подкармливают бабушки. Такие коты, в принципе, выживают. Для них попадание в приют иногда, это даже хуже, чем жить на улице. Потому что в приюте они будут жить в узкой клетке. Им будет не хватать внимания, они не смогут гулять. Животные, многие уличные, уже приспособились. Они выживают. Они обеспечены питанием. Таким животным, если они не травмированы, если они не плодятся, не создают проблем, лучше оставаться на улице, если за ними есть кому присматривать. А люди, которые обращаются в приют, сами готовы оказывать животным посильную помощь? Или чаще всего таким образом просто складывают ответственность в себя, надеясь на то, что проблему животного решат волонтеры? Люди, которые обращаются к нам за помощью, бывают абсолютно разными. Среди них есть те люди, которые просто хотят спихнуть в себя ответственность, переложить всю работу на плечи волонтеров, на плечи организации, которые сами не готовы участвовать, которым даже лень написать в группу или сделать фотографию животного, чтобы выложить в интернет. Они считают, что только позвонив нам, они уже сделали большое дело. И считают нас обязанными. Требуют часто срочно приехать. Но есть также и те люди, которые активно отзываются, которые оказывают помощь. Они обращаются к нам за советом. После консультации многие из них берут животное на передержку. Кто-то фотографирует животное или, по крайней мере, берет его под контроль. Если оно живет во дворе, за ним следят. И, например, когда у нас появляется место, его привозят к нам на передержку. Мы очень благодарны тем людям, кто не просто звонит нам и просит помощь, но и готов поучаствовать в помощи животным самостоятельно. Потому что наши силы очень ограничены. У нас мало волонтеров, готовых постоянно участвовать. И без помощи граждан он просто не справится. Такие люди очень для нас важны. Без поддержки населения мы не сможем решить проблему бездомных животных. На всех бездомных животных приюта, понятное дело, не хватит. И волонтеров тоже. Как устюжане могут помочь бездомным животным, не прибегая к помощи приюта? Самая основная помощь животным, это в первую очередь быть внимательным, отслеживать появление таких бездомных животных на улице. Не всегда нужно прибегать к помощи приюта. Часто можно оказать помощь самостоятельно. Можно оценить свои силы. Может, вы сможете взять животное на передержку, взять его на стерилизацию, попробовать самостоятельно пристроить, попробовать найти старых или новых хозяев. Как поступать людям, если они обнаружили бездомное животное, к примеру, в своем дворе? Многие ведь сразу звонят вам. Как иначе можно помочь кошке или собаке? Когда вы видите бездомное животное на улице, в первую очередь нужно оценить ситуацию. Если это животное нетравмированное, если животному ничего не угрожает, если оно, в принципе, прижилось в этом дворе, то, возможно, не нужно сразу обращаться в приют и стараться привезти его в приют. В первую очередь нужно, конечно же, попытаться найти старых или новых хозяин. Возможно, это животное-потеряшка. Можно сфотографировать животное, разместить объявления в нашей группе ВКонтакте, во всех информационных группах нашего города, в социальных сетях. После этого можно опросить знакомых, развешивать объявления в районе с фотографиями. Можно позовить нам, мы окажем всегда консультацию. Мы с каждым случаем работаем индивидуально. Если это травмированное животное, то, разумеется, его нужно вести в приют, потому что ему, скорее всего, нужно будет медицинский уход. Но мы очень благодарны тем людям, кто сам может ставить животное до ветеринара, показать его, провести осмотр, а потом доставить к нам в приют. Также важно отслеживать появление животных на улице и в случае появления беременных животных сразу сообщать нам, беременных животных мы берем в первую очередь, чтобы они не успели родить на улице. Очень часто к нам звонят люди с такими историями. Они рассказывают о том, что полгода назад у них во дворе появилась кошка или собака, и сейчас она родила. К таким людям сразу возникает вопрос, а где вы были полгода? Почему нельзя было отреагировать сразу? Ведь гораздо проще предотвратить проблему, чем потом решать. Очень сложно пристроить всех котят и всех щенков, поэтому гораздо проще стерилизовать животное, пока оно еще не родило. Животных можно стерилизовать, и когда они беременные, в этом нет никаких противопоказаний. Очень многие люди ограничиваются тем, что они просто подкармливают животных, которые живут во дворах, но от этого вытекает следующая проблема, что при наличии питания, при хороших условиях, животные начинают активно плодиться, отсюда берутся подвалы, полные котят, полные кошек. Недостаточно просто подкармливать животное, но нужно также заботиться о том, чтобы не пополнялась армия бездомных. Если животное дикое, если его невозможно поймать, нужно обратиться к нам. У нас есть специальные средства для отлова, у нас есть ловушки для отлова диких животных. Жильцы домов могут обратиться к нам, взять такую ловушку, установить ее, и сами отследить, когда животное попадется, и привезти такое животное к нам на передержку. Мы стерилизуем, а после этого выпустим обратно в подвал. Ловушка полностью безопасна, она не способна причинить никаких травм. Ну и каждый, наверное, должен понимать, что приют – это не место, куда можно приносить приплод от домашних животных. Устройство таких котят – это забота, наверное, хозяев в первую очередь. К нам очень часто обращаются граждане, которые не могут пристроить свой домашний приплод. Но ваше животное и потомство ваших домашних животных – это полностью ваша ответственность, это полностью ваша забота. Когда вы заводите животное, вы должны позаботиться о том, куда будете девать приплод. Лучше всего сделать стерилизацию, чтобы потом не было таких проблем, чтобы не пришлось ломать голову. Существует много мифов о том, что животное должно испытать счастье, материнство, или что нужно в первый раз родить. На самом деле, все это мифы. Как только наступило половое созревание, можно сразу делать стерилизацию, и чтобы потом не было проблем. Ну и напоследок, какие-нибудь пожелания к хустюжанам? Мне хочется поблагодарить всех тех людей, которые оказывают нам помощь, которые вместе с нами участвуют в решении проблемы бездомных животных, которые помогают нам с отловом животных, которые обращаются к нам за помощью, не проходят мимо, которые выслушивают наши рекомендации, которые с нами сотрудничают. Мне хочется попросить всех хустюжан не оставаться равнодушными, не проходить мимо, оказывать посильную помощь нам в решении проблемы бездомных животных, потому что в одиночку мы эту проблему решить не сможем. Проблема бездомных животных касается всех и каждого. Программа подготовлена при поддержке Фонда президентских грантов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»